Рассуждение ваше абсолютно правильное, и мы пошли этим путем. Дело в том, что мы ничего не проиграли, потому что так все заканчивается. И вчера только батюшка был у главы администрации района. Вслед за ним, даже толком не знаю, что там батюшка говорил, у него оказался я. И стих раз, хотя я не пропускал, я к нему две двери там с тамбуром, я все равно туда ворвался. И положил на стол перед ним подарок. Трехтомник и к истинному православию. До этого я говорил, что подарю. Я видел глаза его, как он встал, как поклонился. Мы столько приобрели там людей, а следователь, то ни для кого не секрет, она прямо как будто бы наша сестра. Вот. Нигде не видно, чтобы подыскивались и там как-то придавить. Она едва-едва держалась на этом. Дальше ей нельзя никак, иначе она не следует. И вот такая вот переплетена уже книга, сантиметров, наверное, семь. Ну прям толстая книга. Сколько отсюда шли. Там противодействие тому, там что Юрия подлегая, другие говорили. Она не... Я посмотрел, все у нее есть. Вчера считать я с собой не взял увеличительное стекло. И она сама мне считала, а я на стол навалился и слушал. Батюшка рядом сидел. И давно дали адвоката, за которого платить не надо, а они. А адвокат, там метра, наверное, два роста мне показалось такой, сидел. Я говорю, давно ваши ролики смотрю, я вас хорошо знаю. Андрей звать. И по-хорошему все. И что ему? Попал визитку, он все внимательно рассматривает. Документ, который там я не слышу. Все, все ему показывает. Это люди, которые с нами. Мы приобрели людей. А это... Все другие пути этого не сделают. В это время, когда батюшка говорил, а я-то ничего не слышу. Я только сидел и молился. Мне казалось, небо опустилось на землю. Такая у меня связь была. Такая радость на душе. Даже в интернете вот и говорят, что вы все время улыбались-то сидели. Я говорю, я не улыбался. Это лицо показывало внутренний мир мой. Это... Ну, вот как где там, когда приехал, везде все наблюдает. И спросили Маргару, что ты улыбаешься? Она говорит, я свободная. Помните этот фильм-то? Маленький. Вот у меня это же самое состояние. А враги-то там что попало делают? Это враги наши лучшие друзья. Есть такое выражение. Они никого не приобрели. Их там какими-то словами не называют. К ним кто-то зашел посмотреть. Там такая чушь. Говорит, как будто бы чужая Блевотина вся захватила. Люди говорят, прям отряхнуть вся охота. А у нас все с благодарением. Благодарю, Господи. И там, начиная с Ливана, с других стран. Нет. Тем более, начальник, главный глава администрации, сказал батюшке, что постараются мирно завершить, чтобы без суда было. Мировое соглашение сделать. Это вообще-то даже... Да главное, мы машину пригнали, пригнали. Самосвал-то здесь. Они сегодня там его уже настраивают и прочее. Задача такая стояла-то. А так они его отложили. Через полгода будем смотреть. Вот. Вот это адвокат сборного. Она сказала, что мирное соглашение не отменит суд и не отменит уголовное дело. Непосредственно будет висеть это на человеке подсудимым уголовное все равно. Она так говорит. И она говорит, что я, говорит, это дело сто процентов развалю. Оно все основано на неправильном, все на ошибке. Что говорит? Вот, Исаева, адвокат из Барнаула. Я слышал, слышал, не надо. Нет, я сейчас скажу. Батюшка там руководит, батюшка с крестом сидит рядом. Да, да, да. Вот. Нет, я просто для информации это все говорю, чтобы знали вы. Потому что и мирное соглашение тоже говорит, оно не отменит суд. Вот. Но не знаю, я это тоже не знаю ничего, что в данном случае получилось. Господь говорит, что если захотятся судиться с тобой и отнять верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. Так и получилось, с вами хотят судиться. Вы им наоборот все отдали, строили все для них. И еще поверх этого отдали теперь еще и деньги, рубашку получается. Вы приобрели через это. Далее. Если, допустим, в суде поступить, как скажет адвокат. Это значит победа. То есть она победит, да. Размажет все. Они останутся в проигравшей стороне. Но в той стороне проигравшей могут только неверующие получать пользу. Ой, верующие. Они верующие. Для них это обида на всю жизнь. Они не могут от себя это отставить. И они и администрация, и прокурор, и следователь будут ожидать только момента, где можно человека вас будет зацепить. И так вы будете врагами. А так вы сейчас друзья получаетесь. Да. Батюшка всех пригласил на престольный праздник 16 сентября от главы администрации. Я даже думаю, прокурора, который, может быть, иноциировал это все, пригласить. Да. Я не утверждаю. Ну так, мысли идут. И вот адвокату, если нам заплатить еще за это, то мы, получается, ему заплатим там тысяч 70. Он выиграет. Но мы-то эти деньги нигде не получим. Мы, получается, еще и потратим все больше только ради какой-то выигрыша, который только на словах. В реальности его нету. Поэтому вот это сейчас я так действительно смотрю. Мы ничего вообще не проиграли, как будто. Практически ничего. Только приобрели. Только приобрели. Мало того, я получал обратно всю аппаратуру. Говорят, они ее портят. Даже в КГБ было у меня, когда эти брали катушки, там отрезали, размагничивали. Я проверил все. И вчера говорю, у меня нету, не найду никак флешку. А батюшка говорит, да что ты не надо, говорит, там 100 рублей стоит-то. А она снимок показывает и говорит, вот такая флешка. Я давал вам ее. А я ничего не сказал. Я говорю, я не могу найти. Пришел домой, все, перерыл, с фонариком нету. А потом, гляжу, лежит салопан на маленький мешочек. А он у меня внутри сумки лежал. Я гляжу, он в стороне отброшенный. Я его тронул, а она в нем и лежит. Даже это отдали. Ну, провалил Володину ноутбук и видеоаппарат. Батюшка говорит, там был что-то. Я не сказал, говорит, тут закрутился. Так ее это могут отдать. Так что мы сейчас ждем, что там уже все у главы администрации. В руках. А если суд будет, они говорят, суд обойдется нам в 5000 рублей. Но 5000 рублей это для Игоря. Это ам и не то. Он их отдаст. Я-то не участвую, у меня ни рубля нет. Ну, просто теперь мы знаем, что если что, если вдруг у них там что-то поменяется, все планы, и они захотят вас задавить, то есть адвокат, который говорит, что все это может развалить. Мы будем знать, что есть такая возможность. Так адвокат может быть не один. Которое государство дало бесплатно. Андрей, который сидел вчера рядом, давали все. И он очень расположен. А сбоку, который адвоката, платить деньги за него надо. Я не хочу. Да, ну, вот я хотел, Игнатих, спросить. Вы вчера допрос-то у вас был? Ну, да. Она запрашивала меня по написанному там. Ничего нет. Нигде не было понуждения, показания какое-то. Было такое там, но они все никак не установили. Пилу, кто пилил. Я говорю, у меня приезжают люди с разных стран. С инструментом и прочее. Я показал, где дальше еще сделали. Я же никого не проверяю. Это нам Бог дал этот участок березы. И батюшка, даже в ум не приходило, что... Одно огорода, два наших огорода. 0,78 гектара. У нас еще нигде нету. Мы из Тибет ничего не взяли. Выгоды-то нету. Куда его? В обед съел, что ли? Все загорожено. А дамба, а на дамбе центральная дорога идет. Объезжали вокруг в два раза дальше. Потомки будут вспоминать. Неужели за это могли судить? А я даже думаю так. Мы им дали. Они показали, что они беднее нас. Если были богаче, они бы деньги с нас взяли. Второе. Раз я вспоминаю житие Памвы, он никогда не смеялся, не улыбался. И демоны придумали. Взяли одно перышко. Там какой-то птиц это. Веревку за него. И тащит. Ой, помоги. И он улыбнулся. Памвы, рассмеялся. Он говорит, да я еще рассмеялся-то. Какие вы бессильные-то. Перо не можете утащить. А еще боретесь с людьми верующими. И вот так и здесь. На меня на одного 83 года коряга какая-то старая согнулась. А они кого? Спецназ вызвали. И вдвоем врываются в комнату. Меня хватает. Какие же они бедные. Автоматчики. Стояли. Значит, как они нас боятся-то? Знаю, что я никого не ударю. Не плюну ему. Рубаху не разору. Бей, стреляй. Матрос. Не боюсь. Ничего этого нет. Я стою, как котенок обмыленный. А вышел. Они меня тут отпустили. Я им давай визитки раздавать. Все идет как надо. По слову Божию. Я им все рассказываю о Боге. И здесь точно так же. Что самое главное? Взяткой считается все. Кроме книг. А я книгами? Да какие книги-то? Я им показываю. В библиотеке у каких людей. У Путина стояла, видели. У патриарха там всем это. И вы теперь впервые увидите такую книгу. Посмотрите, как она иллюстрирована. Нет. Назад входа нам нет никакого. Только на небо. Мы на меньшее не согласны. Мы не согласны, чтобы было другое прозвище. Сквалрежники там судятся. А только одно прозвище. Святые и избранные. Аминь. Аминь. Слава тебе, Господи. Вот так. Вчера мы когда отдавать-то стали. А там я насчитал 36 единиц арестованной техники. Даже такой блок, который у Володи там ездит на огород. Я называю драндулет. Даже телега стоит арестованную. А телега-то что? Какое-то убийство совершилось там. И телега как факт. Мотоциклы. И так машины побитые. И наша машина самая большая. Поперек стоит охрана. Колючая проволока. И как он начал выгонять ее оттуда. Я маленько скинул ролик. Оставили? Не, вот сейчас я буду скачивать. Оно закачивается-то долго. Еще не... Это маленький, маленький. Это маленький совсем. Я сейчас закачаю. Скачаю и сделаю. Я еще не подходил. Дальше. Видите, адвокат говорит, что все деньги, которые они у вас отняли, они вернут. Ну, она так может сделать. А мы, представляете, тогда это еще более благодушие. Мы, зная, что можно выиграть это дело, отказываемся только ради того, чтобы их души тоже спаслись. Чтобы они узнали о Боге. Чтобы они в хорошем... Мало того. Вот я один комплект отдаю. Четыре книги-то, это шесть тысяч рублей. А ведь я готов тут буквально все завобить. Остатки отдать. Ни чем остаться. Я вижу, как они рады. Как они приветствуют, руку жмут их. И который там инженер это делал. Я ему подарил. Почему? Он больше ничего нет. Я говорю, когда вы были, я посмотрел, какие у вас глаза. Я с людьми все время. Как вы губами шевели. Я понял, вы очень добрый человек. Он до того удивился. Да тут я еще с подарком стою. Это надо видеть. Десять побед мне той радости не принесут, какая у меня сейчас. Я работаю сегодня, яблоки собирали, и у меня радость. Поехал развозить по деревне ведрами, тащим тому другому. Радость. Люди, которые по-другому, у них ничего нет, погонь одна. А у нас свет божественный сиял во лице Иисуса Христа и ангелов Его. Батюшка говорит, а я повернулся, я ни одного слова не слышал. А я молюсь, Матерь Божья, покроем афором любви. Там еще один подсоединился что-то. И заходят, слушают, и никто против. Ни один человек ни слова против нас не сказал. Вот как. Еще же я буду опять, даже мыслить не могу. Как это так? А как бы с нами разговаривали тогда они? Как почувствовали силу, так и пошли. Да как они о нас подумают, другим скажут. А сейчас скажут, там до 5 тысяч еще на суд на этот пойдет. Даже думать не о чем. Мы молимся, может и не быть суда никакого. А суда не будет, его никто не отменит. Все. И все. И главное что? Теперь я буду добиваться. Клен нельзя брать. А Клен, который в садах у нас, где сады были колхозные, председатель Синсовета Корщинского, я в понедельник, меня повезут. Она была поставлена так, прокурор заставлял бульдозы пригнать, лагерь мой смести. А она не сделала этого. Ее штрафовали, там штраф какой-то. Я узнал какой штраф, завтра этот штраф я ей верну. А она перестала, она много лет уже здесь была. Сколько штрафов узнайте обязательно. Мы все вместе поучаствуем в этом деле. Не надо поучаствовать, я один рассчитаюсь. Он маленький был, но за то, что она не убрала, не раздавила. Она говорит мне, встречались, ее звать, сейчас скажу, Людмила Алексеевна. Мы каждый день за нее моремся. Кажется, Трушакова фамилия. И она вот сейчас, 11 вроде сентября будут перевыборы, она свои кандидатуры снимает. Ушла. Так она по телефону как-то вышла. У меня вопрос такой, никто не разрешит, только Игнатий Тихонович. И прямо на работу на Симаковске приехала, чтобы разрешить вопрос. Нравственный вопрос. Я, я как, а теперь я поеду сейчас к ней понедельник-то, рассчитаюсь и попрошу бумагу дать, что клен можем брать. Клен не где-то, а который сам нарос в садах. То есть это сорный, американский клен называется. Где-то там по остатке из клена нельзя. Твердое дерево. А это всякая кривулина там на дрова и прочее. А которые, вот эти сейчас березки надо, это надо главе администрации. Мамонт, а у нас прекрасное отношение. Я на каждый год буду выписывать 18 березок. Уже никто не будет трогать. И перед домом, как говорится, Иуда и Секариота останавливается, чтобы не прятаться от него. Иуда только один путь. А мы за него молимся. Мы вызываем, чтобы Господь не наказал, обратил. Но батюшка думает, что путь черта перейдена. Похулили Духа Святого. Сколько всякого злодейства везде подыскивается. А нам, я сегодня только был в старости, говорю, а это наши лучшие друзья. Они нас на небо толкают. Они перед большими притрубатцами в мире нас на маленьких подготавливают. Как мы проиграем или выиграем. Мы выиграли блестяще все. Все. Мы ни одного врага не нажили. И которые даже искусно смотрели, все стали друзьями. А пока батюшка там маленько отвернется, я по кабинетам иду и раздаю визитки. Он у меня не ходит, и пока не закончили. Батюшка, да ну маленько-то надо потрудиться. Ну, Игнат Игоревич, расскажите все-таки о допросе. Интересно, какие вопросы задавали, что там? Они говорят, главное, что она все записано правильно. Кто пилил? Кто грузил? Какая машина? А машина, надо за нее заплатить. Они сказали, сколько? Ну, 24 тысячи. И там добавили еще сколько-то, получилась 25. И мы должны пойти там в банк, специальный банк. И там я должен только быть. Она на меня... Подойдите рядом, вот так напротив, прямой, не скосо смотреть. Меня, значит, она засняла. Дальше расписалась. А с этой бумажкой возвращаемся к следователю. Следователь берет бумажку, теперь едет туда, нам звонит. Звонит ей, где машина стоит. А там охрана. Огромная собака, колючая проволока. И она там нас ждет. И мы выехали оттуда. А я это вот успел где-то снять. Маленько. Он кричал, там нельзя. Я эту выбросил, первую часть. Первая часть была, когда машина еще стояла там. Они, как заходишь, на двух сторонах стоят. Коридор. А наша там в конце в тупик. И она поперек большая, потому что стояла. И поехали-то Елена, а вел Терентий. А потом Терентий сел на грузовик свой, а Елена Анатольевна привела машину. Я сделал маленькие ролики дорогой. Как он обгонял нас, с какой скоростью. Когда приехали, тут еще интервью взял. Нет. И кто там думает, никакого адвоката не надо. Пусть адвоката этого Господь благословит. Не надо разваливать ничего. Это наоборот. Написано для расхищения имения Вашего. Приняли с радостью. Заряди, увидишь, как это. Расхищение. Сейчас, сейчас. Все, я сейчас. Я там пишу уже, убеждаю других всех. Послание к евреям. Ну-ка, заряди, как это будет? Расхищение. Слово заряди. Да, вот. Ибо Вы и моим узом сострадали, и расхищение имения Вашего приняли с радостью. Ой, вы скажите, какая радость. У Игоря машина дома. Может убирать хлеб. Горох первый поспел. А так, боней его через полгода. Он теперь начал где-то нанимать. То другое. Ничего этого не надо. Ему сейчас еще нужен хороший шофер. Там, может быть, другой еще самосвал будет. Тут обещался один помогать ему. Конечно, за плату. О, мы рады все. Как Господь сделал это. Я как вспомню, этот адвокат первый раз меня видит. И с каким он расположением. Там, да, ты что, это с ума сошли, что ли, чтобы я теперь потерял людей. Мы людей приобрели. Расположение какое. Даже думать нельзя об этом, грешно. Теперь мы молимся за всех. Ее как-то звать следователем Анастасии, это как-то что-то такое. Ну, что-то такое, да. Анастасия Владимировна, это вот. А глава администрации Сергей Александрович, а вот этот адвокат Андрей. Там просто посмотреть надо. Как-то она Анастасия, но как-то по-другому называется как-то. Надо тогда адвоката, который предлагает помощь нам, Ее тоже поблагодарить. Поблагодарите, да, поблагодарите. Ничего не думайте давать ей. Совет добрый. Скажи мы это все. Ну, скажи, обстановка внезапно изменилась полностью. О чем мы молились? Мы получили ответ от Бога. И поэтому пойти против, да мы безбожники тогда будем. Сколько лет об этом молились? Да расхищение имени принято с радостью. У меня радость, ее никто не отнимет. Мне все вернули. Я сижу. А которые купили-то у Володи там какой-то ноутбук-то был. А сейчас он сидит, у него это все ловье. Это даже предположить нельзя было. Да, главное, машина дома у Игоря. Они там вдвоем сейчас копаются, там все переделывают. Но своим ходом пришла. Еще я боялся, внутри что-то вытащат там. Ничего нет. Я говорю, что не потеряно? Нет. А я все проверил. И главное, особенно мне эти диски. А архив? Ну, там все божественное. Все целое. Я не могу даже показать. Маленько, хотя бы там минуту стерли. Ничего нигде нет. И главное, что она у меня была прямо в самом процессоре. Все целое. Они даже не смотрели, видимо. Она у ней в кабинете стояла. Она говорит, я еще не работаю. Сижу только по вашему делу-то. Конечно. Ну, там Юрий-то этот подлегаев-то здорово помог. А там другие, видимо. И все через прокуратуру. И, видимо, они тоже порешили и сказали, если они не будут настаивать, почему не сделать мировое-то? Тем более, мы живем в одном районе. Мы делали общее дело, которое приняло решение. Там кандидаты в сети, депутаты принимали краевое, чтобы восстановить. И мы ее восстанавливаем. Не просто говорим, а восстанавливаем. Игнат Тихонович, давайте подготовим письма. У вас в сентябре приедет владыка. Ну, может быть. Будет день деревни или у вас что там? Какой будет день в сентябре? Престольный. Престольный. Давайте всех их пригласим. Уже все приглашенные. Официальным письмом, имею в виду. Уже письмом батюшка в руки подал им. Все хорошо. Слава Богу. Видишь, как совпадает у нас все. Нет, радость мою никто не отнимет. Даже если они сейчас что-то надумают по-новому арестовывать, тянуть, это они, но не я. И поэтому я радуюсь. Господи, впереди огромные испытания на всю землю. Ты помаленьку нас. И людям, которые против делают там эти искариоты. Ну, что они? Они ничего, кроме проклятия-то, не заслужили даже по нашим пунктам. Господи, да прости ты их. Неразумные они. Прости. Они ошиблись. Они не знали. Они не подумали. Дьявол увлек. И такая когорта собралась в свои там. Кого там? Ну, ладно, сказали. Ну, что? Брань на вороту не виснет. Нет. Нас не сдвинешь. Мы идем путем чистой святости. Мира. Не угроз от нас. Я вообще не писал. Не просил. Я не просил о возврате похищенных. Мне просто отдали и все. Вот как. Да. Ну, значит, там на допросе ничего такого не было больше. Что можно сказать? Не было. Только одно там. Про Володю. Я говорю, Володю не троньте. Он за нами ухаживает. Два коллеги старых. Зачем он нужен-то? Он на огороде был. А он говорит, а я грузил. Вот это вот. Простодыресты. Никто бы его не трогал. А вот до нас еще. Я еще не повернулся домой. Он уже там в машине сидел. Человек не учился в школе, как попало, говорит, с двойки на тройку. Больше нигде не учился. Ну, сошлись на это. Что-то он говорил, а что не знает, говорит. Этот говорил там. Кто его? А 51-я статья Конституции у него понятия не было. А которые говорили правду, тебя не тронут. А банк. А его как раз теперь за это и потянули. Конечно. У них больше ничего нету. И зачем убирать? Она мне распишись. А я у меня руки-то все время с землей работал. Я ложку едва держу. Я второй рукой подержу, чтобы расписаться. У меня там корючки какие-то. Я не могу ничего. У меня рука трясется все время. Сейчас маленько стало. Я... Ну, еще шести не было. Мы уже с лопатами стоим. Шести утра. Как мы торопились. А вовремя успели. Все закончили. А вот сейчас там хочет приехать, как говорил этот Пахмутов. И там это Иван Грибинов или кто-то там. Грибанов, Грибанов Иван. Ну, и как раз, может быть, помогут и убрать, и все в огороде выкопать. Да. Дай Бог, чтобы они приехали. Какая радость. А я сегодня яблоки собираем. А опоздали, не смотрели. Две трети, наверное, погибло. А яблоки светлые. Хорошие яблоки-то. Ну, они лопались и падали. А посадил-то вот рядом, где мужчина живет, на этом участке у нас. С Володей рядом-то. Это брата моего Павла. А он занимался прививками. Такие вкусные яблоки. Ну, и набрали, я не знаю, сколько. Ну, ведер восемь, наверное, взяли. С одной яблони. Ну, и по деревне все развозили. Каждый раз берем, и только Володя на мотоблоке своем и повез угощать. У нас всюду везде друзья. Радость такая. А я смотрю, уже хрен сколько раз вырубали, летом пололи. А он опять выше картошки. И вот я говорю, если разговаривает растение, то хрен говорит. Что я плохого сделал, что они со мной борются. А у него корень на два метра с лишним уходит. Говорит, какой-то горошек растет. Смотреть сморщика не на что. Тут берут его и едят. Да у меня лекарства сколько во мне. Это хрен-то. Хреновые листы это как бы говорит. Он, ты посмотри, какая красота. Какой большой люди. Они ничего не соображают. За кого они восстают. Это как бы там у них там между собой разговор идет. Я как-то написал о том, как комары разговаривают. Да там такой смех был. В интернете везде проникло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова